Мы идем к вам. МЧС проверяет частные дома. Предмет контроля – пожарная безопасность. Посмотрели котел мой, посмотрел наше электрооборудование. Кто попал на карандаш? Опасный бизнес. В Мстиславле у местного жителя изъято 500 литров спирта. Во сколько обошлась бутылочка? Уложить на лопатки. В Бавруйске проходит турнир по вольной борьбе. Здесь собрались практически все училища Олимпийского резерва. Что на кону. А также акцент на качество, сезонное расписание и в спорте только девушки. В республике пройдет первый женский чемпионат по хоккею. Сколько игр? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Президент с рабочей поездкой посетил Минский район. Генеральный план застройки жилого района Новая Околица общей площадью 210 гектаров находится сейчас на этапе разработки. Белорусский лидер ознакомился с различными вариантами построек. В 2023 начато освоение части этой территории площадью 46 гектаров. Здесь намерены возвести 228 индивидуальных жилых домов с инженерно-транспортной инфраструктурой. Было принято решение, хочешь строить, пожалуйста, строй. Можешь вообще ни у кого разрешения не брать. Единственное требование, ну, чтобы более-менее дом выглядел нормально и вписывался в деревню или куда-то там. Если вы хотите посоветоваться, пожалуйста, советуйтесь, ваше дело. Но вы отвечаете. У вас крыша, потолок над головой, не дай бог, рухнет. Дети и так далее будете отвечать. Тогда в начале года была поручена Антону Александровичу, на этом месте, это только начало, 50 гектаров, 230 домов мы здесь должны построить. И я ему сказал, я снимаю с себя всякие законы, указы, распоряжения, иди и строй по-хозяйски, так, как ты сочтешь нужным. Принимай решение, твое решение, здесь закон. То есть здесь по уму должен быть построен поселок, чтобы здесь был бетон, вот он, не асфальт, а бетон. Это навечно, без лишних затрат. По-хозяйски надо подходить ко всему. А по-хозяйски это экономия миллионов, миллионов рублей. Александр Лукашенко в ближайшее время намерен провести совещание по регулированию цен. К слову, инфляция в Беларуси сейчас чуть более 3%. Ожидалось, что она будет выше. Внушительный багаж в Мстиславле у 32-летнего местного жителя изъято 500 литров спирта. Мужчина перевозил 105-литровых пластиковых канистр с жидкостью. Однако сопроводительные документы на груз сотрудникам ГАИ водитель предоставить не смог. Правоохранителям он пояснил, что продукцию приобрел в Смоленске. Предпринимателю грозит штраф до 3700 рублей и конфискация товара. Новые рекорды, юридические вопросы и совместный проект «Беларусь и Россия» реализуют производство автомобиля на водороде. Какие сроки? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусская цементная компания поставила новый рекорд по экспорту цемента. Всего под ее флагом трудится три производственных завода. За 2022 количество поставляемого товара на продажу превысило 1 миллион 720 тонн. На сегодняшний день главный потребитель – Россия. Струйматериал отправляется в пять федеральных округов, также в Калининградскую область. Более 600 жителей республики получили юридическую помощь в процессе профсоюзного правового приема. Порядка 100 специалистов консультировали людей по темам выплат, коллективных договоров, трудовых и социальных отпусков. Также население было заинтересовано в жилищном и пенсионном законодательстве. Почти 90% обращений удается решить сразу. Беларусь и Россия совместно реализуют производство грузового автомобиля на водороде. Уже к началу 2024-го будет представлен опытный образец с грузоподъемностью 12 тонн. Запустить серийное изготовление планируют в конце следующего года. Предварительные заказы насчитывают 30 единиц. Их воплощение в жизнь полностью окупит вложение в проект. Национальный аэропорт перейдет на сезонное расписание полетов с 29 октября. Осенне-зимний режим продлится по 30 марта 2024-го. Кроме установленных рейсов и направлений, компания активно занимается поиском перевозчиков из стран СНГ и государств Евразийского союза для восстановления полетной программы. В Беларуси пройдет первый женский чемпионат по хоккею. Он стартует 30 октября. Всего будет 4 игровые недели, по одной осенью и зимой, две весной. В каждой команда проведет по 4 матча, всего 16 игр за сезон. По итогам определяют двоих финалистов. Они разыграют звание чемпиона в завершающей серии соревнований. Институт здоровой нации в Бавруське прошел практико-ориентированный семинар. На базе завода биотехнологий для работников предприятия организовали диалоговую площадку с участием главных врачей и медучреждений. Здесь же сотрудники смогли получить консультацию профессионалов. В акции приняли участие и учащиеся старших классов. На площадках ребятам рассказали все о ЗОЖ. Вот эта межпоколенческая встреча была особенно продуктивна, потому что здоровая семья – это основа благополучия всего нашего общества. Организована вакцинация от ковида и гриппа. Любой желающий может провакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких. Встреча прошла в рамках реализации профилактического проекта «Бобруськ. Город для жизни» с целью продвижения госпрограммы «Национальные сети. Здоровые города и поселки». Также учащиеся познакомились с работой лаборатории завода биотехнологий. Жаркая пора. В Беларуси в разгар отопительного сезона проходит профилактическая акция. Самая распространенная причина гибели людей от пожаров в жилфонде – человеческий фактор. Беспечное, неосторожное действие людей, незнание правил, либо осознанное пренебрежение мерами безопасности приводит к трагедии. С подробностями Никита Александров. Глаз да глаз. Сотрудники МЧС в рамках профилактической акции проводят рейды в частном секторе. Проверяют состояние печей, наличие пожарных извещателей, целостность проводки и герметичность газопровода. В вопросе безопасности нет мелочей. Приходит специальный человек, прочищает, смотрит котел, дымоход. Сами смотрим, чтобы не был засоренный. Извещатели во всех комнатах у нас стоят. На особом контроле многодетные люди, которые ведут асоциальный образ жизни, а также одинокие и инвалиды. Внимание к пенсионерам не случайно. По статистике, больше половины возгораний приходится именно на их дома. Виной не всегда плохое отопительное оборудование. Порой подводят память и зрение. И здесь на помощь приходят спасатели. Я услышала, что проходят акции. Поэтому я позвонила в МЧС, чтобы приехали и проверили, все ли нормально у нас к зиме, идет зима. Посмотрели котел мой, посмотрел наше электрооборудование. Обратиться в МЧС для проведения профилактической проверки жилья может любой желающий до 1 ноября. Для этого нужно позвонить по номеру 112. Процедура бесплатная. Кроме того, спасатели могут помочь с установкой пожарного извещателя. Главное – его наличие. Основная цель этой акции – предупреждение пожаров из-за несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности. В этот период особое внимание уделяется печному отоплению и соблюдению всех правил и подготовленности печи к отопительному сезону. За 9 месяцев этого года в Бобруйске произошло 84 пожара. 12 человек погибли. 11 спасены. МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности и следить за исправностью тепло- и электроприборов. Легче предупредить опасность. Никита Александров, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Силой молодость в Бобруйске проходит турнир по вольной борьбе. Это уже 19-е соревнование памяти мастера спорта СССР Сергея Коренкова. Со всей Беларуси съехались более 160 человек. Ребята от 10 до 17 борются за медали и призы. Обладателям первого и второго места присваивается звание кандидата в мастера спорта. Здесь собрались практически все училища Олимпийского резерва. Можно сказать, по этому возрасту это самый наивысший результат у детей по подготовке. Соревнования продлятся до 28 октября. Занятия вольной борьбой укрепляют юный организм и позволяют развивать скорость и быстроту реакций. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok